Доброе утро! В эфире Анфас. В студии Анна Чижлиташ и Николай Анисимов. Один из наиболее сложных элементов боевой подготовки войск – преодоление водных преград. Во время учений и тренировок маршруты выдвижения подразделений зачастую пересекают реки. И здесь за работу берутся военные водолазы. Они проводят разведку водоемов, готовят броды, обеспечивают условия для наведения мостов. Сергей Чураков вникал в тонкости водолазного дела. Случайных людей в этой профессии нет. Сюда приходят, что называется, по зову сердца, когда человек твердо решает – это его. Параметры отбора настолько жесткие, что даже банальный насморк может стать причиной отказа в покорении глубин. А когда медицина дала добро, наступает время психологического тестирования и проверки морально-деловых качеств. Тем, кто получил заветную отметку годен – прямая дорога в учебный центр под Могилевым. Да, они находят свою стихию и остаются на контракт, продолжают работать. Продолжают обучение, повышают квалификацию, становятся командирами водолазных подразделений. Но все равно все начинается с малого, с первого обучения. А потом, если зацепило, так сказать, то после этого остановиться уже невозможно. Военный ныряльщик – это не акватурист, а подводный строитель, спасатель, инженер-сапер. В перечень задач этих специалистов входят наведение мостов и переправ, эвакуация экипажа боевых машин и затонувшей техники. В арсенале самое различное снаряжение. Под каждую задачу подбирается определенный набор инструментов. Во время занятий для общения с водолазами чаще всего применяют страховочный канат. Условным сигналом ему указывают направление движения, уточняют самочувствие. В случае экстренной ситуации на помощь всегда придет страхующий. Страхующими водолазами назначаются, как правило, самые опытные водолазы, которые знают полностью как работу своего снаряжения, так и снаряжение водолаза, которые находятся под водой. Они самые морально-психологически подготовленные. Они менее всего подвержены панике. Это самый страшный враг водолаза. На наших глазах отрабатывается элемент спасения водолаза. На станцию поступил сигнал бедствия. Возможная причина нештатной ситуации – прекращение поступления воздуха. Задача страхующего – как можно быстрее доставить коллегу на берег. Евгений справляется менее чем за две минуты. Спасенный не пострадал, чувствует себя нормально. Это, конечно, недостаточно таки легко, как говорят. Просто взял костюм и надел. Для этого нужно обучиться, чтобы знать, что как вести себя под водой. Для этого нужно знать свой снаряжение, чтобы быть полностью уверенным в нем. Знать, что тебе нужно делать под водой, когда ты идешь выполнять какие-либо работы. Водолазы утверждают, что в их деле нет идеальных учебников. Вода – стихия коварная, а потому совершенствоваться необходимо постоянно, стремясь как можно глубже познать подводный мир, чтобы сделать его своим союзником. На полигоне Осиповичские военные инженеры провели занятия по практическому применению боеприпасов в условиях современного боя. Специалисты рассмотрели приемы борьбы с техникой и долговременными огневыми точками неприятеля. Наш специальный корреспондент Иван Михайлов на время погрузился в профессию минера. Противостояние двух сторон чаще всего выглядит как дуэль между боевыми машинами. Когда побеждает самый расторопный, но сегодня другой случай. Для этих специалистов важнее точный расчет и максимальная скрытность. Как разрушить блок весом в тысячу килограммов, сделать проход в минном поле или уничтожить бронеобъект неприятеля? Ответ на этот и другие вопросы знают военные инженеры. Борьба с бронированным исполином или пехотой, разминирование местности или проделывание прохода. Под каждую задачу военные инженеры используют строго определенный тип боеприпаса. Для начала освоим работу с минами. Глубина сплошного поражения мин и МОН-90 составляет 90 метров. При этом в сторону противника выбрасывается 2000 осколков, которые выталкивают 6,5 килограммов взрывчатого вещества. При этом самый трудоемкий элемент – это установка мины на дерево. В данном случае вот на такой деревянный брус. Но, впрочем, это единственное, что мне доверили сделать. МОНКО, как ее принято называть в войсках, одна из самых распространенных противопехотных мин. Ее используют мотострелки и десантники, разведка и спецназ. И на то есть причины – неприхотливость, надежность и высокий коэффициент полезного действия. Честно говоря, очень страшно. Я не представляю, как вообще инженеры справляются с волнением, когда устанавливают мины, а тем более, когда подключают их. В соответствии с Женевской конвенцией использовать противопехотные мины можно только в управляемом варианте. Вставляем в боеприпас электродетонатор и уходим на безопасное расстояние. Для МОН-90 это 400 метров, несмотря на то, что она направленного действия. Учитывая, что в каждой мишени мы насчитали как минимум по 8 пробоин, это значит, что наши расчеты оказались верными. Мина была установлена абсолютно правильно. Это значит, группа условного противника была уничтожена. Кстати, вот такими убойными элементами. Но одно дело справиться с фанерными мишенями и совсем другое – остановить колонну техники. Для борьбы с ней в арсенале инженеров есть мины фугасного действия. Или кумулятивные, как в нашем случае. Это противотанковая противоднищевая мина ТМ-72. Она предназначена для борьбы с бронеобъектами. Работает в паре, к примеру, с вот таким индукционным взрывателем. Достаточно техники пройти сверху, как замыкается цепь и срабатывает взрыватель. Проверим мы ее сегодня вот на этом БТРе. Цель легкобронированная. К тому же машина давно не на ходу. А потому эффект от подрыва носит в первую очередь иллюстративный характер. Мина может устанавливаться в двух вариантах. Как в грунт, так и прямо на поверхность. Но делать это сам я не буду. А поможет мне Сергей. Сергей, здрасте. Здравствуйте. Как будем устанавливать эту мину и самое главное, как мы ее будем взрывать? Существует два способа установки данной мины. Один способ с использованием индукционного взрывателя МВН-52. И второй способ, который мы будем использовать детонирующее устройство, оно используется при установке мины в качестве фугасного заряда в управляемом варианте. Это наиболее безопасный способ. Пять минут приготовлений и можно подрывать. Во время взрыва создается кумулятивная струя, которая буквально прожигает броню, создавая внутри объекта избыточное давление. Внешний результат работы противотанковой мины практически незаметен. Разве что взрывной волной пооткрывало все люки, которые были на этом БТРе. Зато на днище появилось четкое отверстие после удара кумулятивного заряда. Чтобы продемонстрировать всю мощь инженерных боеприпасов, мы решили использовать бетонные блоки. Масса каждого по меньшей мере тысячу килограммов. Для их разрушения будем применять боеприпасы КЗ-6 и КЗ-3. Расшифровывается аббревиатура просто. Кумулятивный заряд. Довольно тяжелая. Александр, преграда этот блок для такой мины или справится? Для кумулятивного заряда номер 4 этот блок не преграда. Она его раздробит с легкостью. Также она может раздробить любые инженеры заграждения, естественные или сооруженные противниками. Александр, я так понимаю, это еще не все. У нас есть еще один кумулятивный заряд КЗ-6. Мы установили его на металлическую пластину толщиной, наверное, сантиметр. Металлическую пластину, я так понимаю, он прожжет, а бетонный блок разобьет? Совершенно верно. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, заряды способны пробивать броню толщиной до 20 сантиметров и железобетонные конструкции толщиной в метр. После того, как в мину установлены электродетонаторы, мы подсоединяем ее к специальной подрывной машинке. Вставляем два провода, зажимаем. Теперь подсоединяем специальный ключ. Взводим. И подрываем. Ох, а с землей присыпало. Теперь достаем ключ. Отсоединяем провода. И можно идти смотреть на плоды нашей работы. Взрыв настолько мощный, что частички блока поднимают вверх на высоту 10-этажного дома. В радиусе 100 метров и вовсе создается сплошное облако из обломков бетона. Если помните, то в самом начале здесь лежал бетонный блок толщиной где-то сантиметров 50. Вот все, что от него осталось. Вернее, ничего. А вот здесь сработал наш второй заряд. Попробуем найти пластину. Блока нет. Пластина есть. С вот такой пробоины от кумулятивного заряда. Профессионализм саперов, умение обращаться с взрывным потенциалом боеприпасов вызывает уважение. Для них такие подрывы – рядовая служба. Все эмоции военные инженеры оставляют за пределами полигона. Ведь в работе с их оружием важно иметь холодный рассудок. В Белорусской армии завершилась генеральная проверка связи перед совместным стратегическим учением «Запад-2017». По какому принципу будет строиться обмен данными во время крупномасштабных маневров и что такое защищенное информационное поле, знает наш специальный корреспондент Наталья Гаврусик. Сентябрь этого года для армии Белоруссии и России пройдет под знаком совместных учений. Проверка возможностей обеспечения безопасности союзного государства, повышение слаженности органов управления, выучки соединений и воинских частей – все это задачи, которые военные будут выполнять в ходе маневров «Запад-2017». Наиболее пристальное внимание – системе связи. Мы сейчас вышли уже на завершающую фазу. Вот сегодня осуществляется проверка сопрягаемости и возможности работать в единых условиях системы управления, поскольку на данном учении это будет являться основой управления войсками региональной группировки войск. Параллельно к этому учению проводится учение системы военной разведки региональной группировки войск, где также отрабатывается ряд задач для обеспечения информации и принятия решений. Работать в единой системе управления войсками значит построить общее защищенное информационное поле. Накануне совместных учений белорусские специалисты развернули такую же сеть узлов связи, которая будет задействована в сентябре, чтобы еще раз проверить взаимодействие между всеми звеньями. В настоящее время система связи развернута на всех полигонных и участках местности, которые приближены к замыслу проведения совместного стратегического учения и обеспечивают всеми необходимыми видами информации оперативные составы на соответствующих пунктах управления. Одна из новинок войск связи, которая впервые будет применяться на совместных стратегических учениях с Российской Федерацией – спутниковая станция «Бел Интерсад». Кстати, она сейчас как раз проходит испытания в войсках. Такие станции работают сразу на нескольких полигонах, обеспечивая гарантированную стойкость передачи информации. Это особенно важно, когда действия войск разворачиваются на значительном удалении. Этот узел – сердце системы связи будущих учений. Именно отсюда происходит взаимодействие между штабом руководства и пунктами управления родов войск, которые расположены в разных районах страны. Цифровая карта с любого из полигонов, где идут учения, для группы управления на расстоянии клика. Чтобы получить необходимое сведение, можно использовать аппаратную в любом районе маневров. В центре боевого управления аккумулируется вся информация о действиях войск. Вход сюда разрешен только руководству. Благодаря тому, что военные используют все типы связи, руководитель может в любой момент, к примеру, запросить визуальную информацию с конкретного полигона, которая передается с беспилотника, либо организовать видеоконференцию с большим количеством участников. До запятой проверено и взаимодействие с союзниками. Единая оборонная программа предусматривает оснащение сопрягаемыми образцами связи и модернизацию с поправкой на совместимость. Заимодействие есть на всех уровнях. На уровне принятия решения и на уровне исполнительском. Каждого штаба есть свои средства. Заимодействие организуется по рабочим порядке, на средствах связи, которые стыкуются по всем заданным параметрам. Фактически лишить военных связи сегодня технически невозможно. В этом вопросе белорусская оборонка действует на опережение. Еще там 2-3 года назад подразделения радиоэлектронной борьбы способны были задавить батальон, и он получался без связи. То сегодня вы видите пауза несколько десятков секунд, и батальон спокойно продолжает работу, и средства РЭП бессильны подавление его. Тактика специальное учение, завершающий этап подготовки к совместным стратегическим маневрам «Запад-2017». Генеральная проверка связи. Уже через месяц подразделения снова выйдут в поля, чтобы обеспечить безупречное взаимодействие военных двух стран. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами были Николай Анисимов и Анна Чижлиташ. Мирного неба вам! И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!